Ну вот о чем мы поговорим, да, конечно же, как стать эффективным, как быть успешным, как создать крутой стартап. Нет, ну типа мы об этом не будем с вами сегодня разговаривать, потому что, ну мне кажется, это можно нагуглить, там очень много информации и так далее. Хочешь поговорить? Кстати, тема радикальной, и на самом деле я не супер радикальный человек, и вообще не радикальный, а максимально flexible, гибкий и постоянно меняю, меняю что-то в своих подходах. И поэтому я подумал, блин, а как же залететь в эту тему и такой, ну ладно, есть какие-то идеи, которые реально сделали меня другим человеком со временем, и я бы хотел ими с вами поделиться. Поехали. Ну, о чем мы поговорим? Тут я некоторые не буду озвучивать, потому что у кого-то может сердечко заболеть, поэтому поехали дальше. А, это вот все, что нужно знать обо мне. Ну типа это вот так вот, я ребенок 90-х и рос на всем этом. Это очень важная вещь перед тем, как я начну, потому что здесь есть все то, чем я занимался, собственно говоря, все свое детство, и что во мне драйвило интерес, желание заниматься какими-то штуками, типа как стартапы делать, вот это постоянно что-то разливать. Меня вообще, я могу, честно скажу, воспитывала Дэнди, потому что у меня одна мама, и с 4 лет мне купили эту приставку, я мог смотреть Король Лев за один день 10 раз, перемотать его с самого начала, и заново посмотреть, сначала, заново. Я знал все реплики наизусть. И поэтому я воспитан, собственно говоря, на героях, которые всегда куда-то идут, чего-то добиваются, уничтожают и так далее. И это очень важно, чтобы понять потом, проложить вот эту нить во время всего моего спича. Я не тюменец, я вообще не тюменец, я на 25% дагестанец, сам с севера, и, собственно говоря, это вот все то, с чем я приехал в Тюмень. Ну, в общем, я вот так вот выглядел. И в таком состоянии вот моем, как бы немного таком непонятном, можно сказать, пролетело 5 лет. С чем я приехал в Тюмень, да, еще важно сказать, то, что у меня на тот момент была некая, как я считаю, на данный момент зависимость с онлайн-играми. Но онлайн-играми это не какие-то там букмекерские конторы, там их тогда, мне кажется, не существовало в принципе. Это больше история про всякие МРПГ, называется, или как так. И, в общем, я играл очень много, очень много времени туда тратил, занимался всякой фигней, и вот так у меня пролетел весь универ. Кстати, прикольно, что вот если вы хотите что-то проиллюстрировать, можете просто вести про комера и любую ситуацию с ним найдете. Это очень круто. И все это время, даже когда я учился, мне не давала покоя история с поиском себя. Я попробовал очень много всего, я проработал, честно, больше, чем на 15 разных работах. Во время университета я тоже постоянно учился и работал, работал в разных местах, потому что за учебу, за себя я оплатил на 50% самостоятельно, там даже большую часть. Вот, и поэтому всегда были какие-то поиски смыслов. Естественно, из-за этого были депрессии, какое-то непонимание, и как итог эскапизм в играх. Что такое эскапизм, все знают? Поднимите руку. Ну, в общем, эскапизм, объясню, да, чтобы без фичеризма, это то, что когда мы хотим просто уйти от реальности в какую-то историю, эскапизмом можно назвать даже чтение Гарри Поттера, если честно. Вы такие, блин, я хочу вот тоже быть волшебником, но нет. И, в общем, это попытки уйти от реальности и заниматься какой-то вот выдуманной деятельностью. В общем, первая идея – смелость и ответственность. О всех идеях я буду говорить, наверное, то, что на самом деле мне не хватало, и как я к этому пришел. И всю идею я буду раскрывать через призму какой-то истории, какого-то факапа, и дальше выходить на те рекомендации, и как я это изменил в себе, и как я пришел к радикальности в этом смысле. Окей. Перед тем, как начну рассказать историю, для себя я выделил, наверное, топливо для движения к изменениям, и всего четыре. На данный момент, которых я понимаю, исходя из того, что я узнал, прочитал, в себе раскопал, то это четыре истории. Первая – страх. Ну, понятно, что очень многое мы делаем из-за страха, например, когда мы оказались в какой-то ситуации, у нас там нет денег, или еще чего-то, мы начинаем резко с вами действовать, это хороший толчок. Второй интерес – это мое любимое. То, что меня, в принципе, очень сильно драйвит, и постоянно что-либо я делаю от этих интересов. Я вообще считаю, что у меня есть аддикция на эту тему, зависимость, то, что я вписываюсь в любой проект, который есть, чисто на интересе. Иногда мне даже не нужно говорить, что там есть какие-то деньги, или еще что-то. Это просто говорят, Саня, у меня идея, я такой, я в деле, поехали. И не знаю даже, что там будет, да. В общем, вот. Социальное давление, я думаю, вы и так тоже все понимаете, что мы все в социуме с вами, нам важно вот эта вот сопричастность групповая, есть какие-то рамки, которые, как обычно, нам навязывают в течение всей нашей жизни родители наши, да, там, ты должен учиться, потому что тогда у тебя будет работа. И куча всего такого. И самое сложное, это мотивация через любовь к себе в чем-то. Вообще, эта история, мы, наверное, ее коснемся чуть позже, но доступна она мне стала совсем недавно, потому что, как и большинство, хотя, не знаю, наверное, это субъективно, я очень гноблю себя за какие-то вещи, всегда там, вот, ты там это не сделал, вот, ты плохой человек. И чуть позже я попытаюсь раскрыть это. В общем, первая история, поначалу будет весело, потом не очень, попытка начать свой бизнес. Я заканчиваю университет, и мне, естественно, я закончил на маркетинг, специализация маркетолог, и, естественно, я начинаю заходить и серфить джобу какую-то, и, естественно, я смотрю директор маркетинга. Хоть я и закончил только что университет, я думаю, что, ну все, я готов, как бы, я уже сейчас буду управлять всем. И вы не поверите, я нашел вакансию, написал туда, мне сказали, приходи на собеседование. Я прочитал пару кейсов про то, как, ну, какие-то фишки маркетинга, я не знаю, слышали вы о таких темах, ну, что, например, Вольва, у них позиционирование чисто на безопасности. Слышали о таком? Слышали, допустим, историю про то, как BMW и Audi постоянно друг с другом там соревнуются, и баннеры всякие делают крутые, типа, и друг друга там, да вот, получай, типа, мы вот так можем, а мы вот так. Начитал с этих историй, прихожу на собеседование, там сидит чувак, я ему это все рассказываю, такой, блин, ты бог, типа, маркетинга, все, ты директор, я такой, ес, зарплата там 28 тысяч рублей, я директор маркетинга, окей, типа, и вот так вот ровно все, что я делал, происходило, я вообще абсолютно без каких-либо знаний, меня делают директором маркетинга, вот так вот все вокруг горит, у меня в штате ни одного человека, но я директор маркетинга, вот. Помимо этого, меня параллельно сопровождало, естественно, мышление жертвы, то, что я такой устроился, и вроде бы генерю какие-то идеи, что-то делаю, но всегда не нахожу какой-то отклик везде, и думаю, ну, блин, вот все виноваты, а я вот красавчик, вот так стал директором маркетинга, пришел с первого дня, куча идей, блин, как же так? И вроде бы ничего не получалось, ничего не менялось, и вот это мышление жертвы, оно параллельно шло с моим всем этим дальнейшим развитием. И, грубо говоря, где это проходит, там под Новый год было дело, нужно было запустить рекламу, светодиодные продукции, я работал в светодиодной компании, и вот так вот произошло первое касание моего, в принципе, с интернет-маркетингом, тем, чем занимается компания The Architect, это было очень-очень давно, мне нужно было настроить рекламу, на тот момент, чтобы вы понимали, все знают, что такое контекстная реклама, поднимите руку, супер, какая крутая аудитория, спасибо вам. В общем, вот, нужно было настроить контекстную рекламу, на тот момент, чтобы вы понимали, никто вообще не знал, человек такой, все, блин, просто, ну вот, ну просто не используют этот инструмент, я делаю какие-то небольшие манипуляции, запускаю, и в этот же день приходит, там, продажа на 800 тысяч, и 600 из них это чистая прибыль. Ну вы понимаете, да, я такой уже директор маркетинга, я такой уже супер в себя поверил, тут еще я сделал какой-то волшебство на 600 тысяч рублей, открываю компанию, ну типа, конечно, блин, кого, уже пора бы, нет, ну типа, блин, проработал там полгода, конечно, тут уже столько всего прошел, пошел, при этом схантил двух продажников, и один из продажников, вы видите, не согласился, который в очках, а второй такой, поехали, конечно, что там, ну ты же крутой чел, и открываю компанию, и проблема, она, кстати, знаете, что такое когнитивный bias-эффект Даннинга Крюгера, поднимите руку, кто знает, для тех, кто не знает, еще раз расскажу, это важный момент, который очень часто нас всех, к сожалению, преследует, и периодически он у всех может появляться, это история про то, когда есть несколько каких-то ситуаций подряд, происходит, происходит, которые говорят от тебя, что ты супер профессионал, у тебя резко растет уверенность в том, что ты крутой чувак или девушка, да, что ты очень крутой, но при этом компетентности у тебя вообще нет, да, и ты такой, я крутой, типа, Илон, я там собаку съел, бла-бла-бла, на самом деле ты понимаешь со временем, что ты далеко на дне и вообще некомпетентен, но вот на тот момент у меня было, наверное, выше стрелки которой, вот, ощущение себя, да, поднялось, поднялось, и, но я этого, естественно, не ощущал, в этом весь эффект, то, что ты этого не понимаешь, в моменте тебе кажется, что ты классный, и с таким ощущением я жил, что я классный, и такой, думаю, ну, блин, все, компания открывается, и проблема в том, что я, не знаю, ушел, но все мои привычки, которые у меня были, и мышление осталось прежним, то есть я также там играл на своей гитаре, там, занимался всякой фигней, приходил домой, играл в комп, ну, честно, это было прям вот разрушение такое, не знаю, прям стопроцентное, в общем, вот, все привычки остались, и вот так вот у нас выглядел офис, это моя гитара на тот момент, я катался на велосипеде, играл на гитаре, если видите, там еще бас, склеили фотообой на стену, ну, в общем, это вот был первый такой офис, и полдня еще могли сидеть и играть в какую-нибудь игру, чтобы вы понимали, там, с моим продажником мы были вдвоем, и потом, и думали, что клиенты, они сами должны к нам прийти, ведь мы такие крутые, как бы там что-то делали, на 600 тысяч у нас получилось заработать, и больше мы ничего не делали, и ровно так прошло, наверное, где-то полгода, да, если чуть не побольше, мы там зарабатывали какие-то деньги, естественно, но эти деньги были такие же, как я зарабатывал в компании, в принципе, в светодиодной. И на этом топливе мы приехали вот к этому дну, да, и в какой-то момент в один из вечеров я опять-таки сидел за компом, естественно, это своя моя addiction, да, вот эта вот зависимость, я пытался эскейпнуться, если честно, там, если останется время, может быть, покопать и в каких-то таких зависимостях, и расскажу, из-за чего вообще это все было. Вообще вот, и в какой-то ночи сидел играл, и вот у меня всегда было ощущение вот этого духовного минуса, естественно, материальный минус, и отсутствие признания, вообще признание связки с интересом, это, наверное, одно из самых сильных, вот я как говорил, топлив, который я мной движу, вообще сидел, и мне было настолько грустно и плохо, что в какой-то момент я понял, ну, что это все, типа, ну, вот я прям мизинчиком коснулся дна, ну, типа, вот этого дна, то, что, блин, ну, куда дальше? И вот это жгучее желание изменить жизнь, оно всегда было, но действий ноль, потому что, на самом деле, я всегда думал о том, что, ну, блин, все виноваты, короче, вот клиент не идет, это его проблема, что он не идет, я же крутой, я же круто делаю, ну, значит, что-то там не так, а не со мной. И все это еще подкреплялось дешевым дофамином, ну, понятно, дешевый дофамин – это тоже те же самые игры, да, ты играешь, тебе понятен результат, ты смотришь всякие кинчики, но лишь бы не заниматься тем, чтобы что-то исправить. Ну, вот, я и говорил, здесь у меня дальше появилось ощущение этого сильного страха, и эта энергия, в принципе, меня как бы с этого дна и начала потихоньку вытягивать. Мне захотелось на этот момент, был всегда майнсет успешности, что, да, ты должен свою компанию всегда создать. Вспоминаем тот слайд, про который я показал в самом начале, что нужно обо мне знать супергероями там и так далее. Вот, типа, супергерой не может проиграть. Все же понимают это, да, супергерой должен всегда топить, там у него руки, ноги отваливаются, сломаны, но он должен все равно лезть. И вот этот майнсет успешности, он был со мной всегда, и вот здесь вот это ощущение, вместе, когда я коснулся дна и успешности, они начали очень сильно, ну, между собой как бы резонанс какой-то происходить. И вот я здесь написал, что коснуться дна, отдаться, быть смелым, чтобы сдаться. И вот это очень важная штука, что большинство умных ребят вот пытаются постоянно, и это из моего круга общения, все себе разложить, разобраться в моменте, вот почему они не могут там резко поменять что-то в своей жизни, почему они там, ну, не могут сменить какую-то род деятельности, или начать запустить свой какой-то стартап, заниматься с этим самокопанием, разочаровывается в себе и на это все просто растрачивает потенциал. На тот момент я просто для себя понял, что нужно сдаться. Ну, то есть я долго тоже в себя это копал, копал, ботал эту историю, и мне очень было неприятно, это мысли, мне было очень больно даже вот на духовном уровне признать себе, что я не вывез эту историю, не вывез там компанию, но где-то в глубине души я просто признался себе то, что на тот момент у меня реально не хватало компетенции, реально не хватало какого-то топлива другого, чтобы сделать все иначе. И вот эта история про сдаться, вот сейчас можно начать думать, блин, а как бы так сдаться, чтобы этот путь, ну, типа, не проходить и перескочить его сразу. Наш мозг, какой-то очень хитрый, и он как бы сделает все для того, чтобы этим этапом не заниматься. И вот ключевое, что я хочу сказать, что важно именно пережить этот момент, и для того, чтобы пережить этот момент и найти вот эту вот точку, Я считаю, что некий нравственный ориентир у нас у всех есть, и этот нравственный ориентир как раз-таки это наша совесть. И вот здесь история про то, чтобы быть смелым, принимать вот эту ответственность и слушать свой нравственный ориентир, потому что совесть на самом деле она очень хорошо ведет и помогает нам. Но просто мы часто ее игнорируем и не слышим, или пытаемся ее даже специально как-то в себе закрыть и не идти, не слушать ее, то, что нам говорит. В общем, вот, это сейчас может произстать. Самари по этому пункту, что важно себе признаваться на тот момент, когда я уже, ну, в общем, заканчивал деятельность по компании первой. Я, естественно, себе признался, мне было очень тяжело, но прислушившись своему нравственному ориентирую внутри, когда я играл этот последний день, я подумал, что, вот я написал ниже, что онлайн игры в моменте это ок, но в лонгтер, то есть, да, на протяжении какого-то времени это вообще бессмысленно. Ну, то есть, я задал себе простой вопрос, почему мне это интересно? Вот я сейчас сижу и играю, почему мне это интересно? И вот что со мной будет через три года, если я буду постоянно так же продолжать играть? Ну, наверное, в игре мой перс прокачается, да, там, что-то, чего-то я достигнул, а в реальной жизни буду ли я счастливым? И вот эта история с счастьем, она мне как-то сильно открыла глаза, и моя совесть мне подсказала, что, ну, нет, как бы, чувак, это вот вообще не то, и... В общем, вот, я сдался и начал пересобираться. Окей. Ну, первая идея, она закончилась. В общем, вот, я не знаю, мы можем задавать сразу вопросы или идти дальше. Давайте, наверное, пока пойдем дальше. Физическое здоровье и выгорание. Тоже одна из идей, которая, как мне кажется, идет следующей за тем, чтобы принимать на себя ответственность, смелость. И поехали. После того, когда я сдался, естественно, мне нужно было что-то сделать с тем, чтобы накопить каких-то идей, подсобраться, где-то начать научиться чему-то. И, естественно, я подумал, что, ну, наверное, было бы здорово пойти в какую-то компанию, где уже очень умные люди работают и могут со мной поделиться какой-то, ну, вот этой вот грамотностью. Ну, я, естественно, мне как раз в тот момент пришло приглашение. Приглашение, я не знаю, нужно ли рассказывать, с какой компанией или нет, да, наверное, ничего страшного. Эта компания даже была на тот момент. Они меня позвали и сказали, ну, чувак, смотри, ты можешь к нам прийти и, как бы, и, ну, некие консалтерские услуги оказать, там, поставить интернет-маркетинг на рельсы. На тот момент я уже что-то знал, там, прошел курс бизнес-молодости по контекстной рекламе, в общем, вот, ну, это не суть. Пришел на неделю, остался на 4 года в итоге. Ну, вот так вот и было. Я прямо на первом собеседовании, я помню, как я сказал, блин, я не буду здесь работать, потому что мне это неинтересно, я бизнесмен. Но в итоге я проработал 4 года там и ушел с должности топ-менеджера компании, когда мы уже принимали решение на совете управляющем по всей федеральной сети. Окей, и почему я вообще туда пошел, да, вот какая мотивация была? Вроде бы можно было уже и другие какие-то пути, найти решение тех вопросов, которые передо мной стояли. В общем, здесь слева это та сторона, которая меня драйвила, и справа то, что я приобрел. Здесь история про то, что всего есть своя цена, и сейчас я раскрою через это по чуть позже физическое здоровье. Естественно, у меня был очень быстрый карьерный рост в компании, я туда пришел, и с теми скиллами даже тот момент, который у меня были, с желанием, интересом и любопытством моим везде во всем разобраться, у меня быстрый карьерный рост пошел, через первую неделю работы в этой компании я уже еженедельно встречался с генеральным директором этой компании, и у нас были совещания. Поэтому у меня появился глубокий интерес, когда я познакомился с такой сильной личностью, заботать образ мышления агентира, и вот эта возможность с ним встречаться меня сильно подкупила, чтобы понять, как он думает, как он принимает решения и так далее. Резкая смена комьюнити, ну и так далее. Естественно, мотивация на деньги была, фидбэк, интересная джоба, как мне оказалось. Но что я заплатил? Это нездоровый фанатизм, сон по 5 часов, не слушал свое тело, оно трещало по швам, прям в прямом смысле, потому что я чуть позже этого еще коснусь. Я чувствовал, как моя голова становится все менее с моими мыслями, и все больше чужих мыслей, и достигаторство это, оно сильно меня тоже, так скажем, создавало проблемы, и проблемы эти потом в стрессе отражались. И то есть я чувствовал себя намного хуже, чем, если честно, когда занимался своей какой-то компанией, хоть и не супер успешной. Ну и абсолютно ничего не делал для ментального здоровья, и как в итоге потеря здоровья была. Ну вот здесь я немного показал факторы, влияющие на долголетие в целом, и вот эта вот история с тем, что 50% это образ жизни ваш, это очень важный момент, который нужно запомнить, и почему я вообще рассказываю про физическое здоровье, и как это связано все с компанией, в которой я работал. Я постоянно там стрессовал, 2-4 на 7, я так скажу, у меня голова чесалась там, бывало, ну реально, настолько стресса было много, что вот это ощущение, что ты сидишь на пороховой бочке, оно вроде бы как бы окс, как с точки зрения того, что ты растешь супер быстро, но цена у этого слишком высока, ты себя чувствуешь плохо, помимо этого я подумал, ну конечно, блин, все успешные топ-менеджеры занимаются спортом еще больше, чем обычные. И вот этот максимализм, он у меня параллельно начал тоже везде выстреливать, я пошел в зал, если ты идешь в зал, то это обязательно ты должен идти там, пожать 150 килограмм, и просто для физического какого-то здоровья своего, чтобы укреплять, чтобы избавляться от стресса, ты просто начинаешь фигачить, и вот этот вот привет стресс 2-4 на 7, просто он со мной везде был. Здесь важный момент, что все очень часто говорят о негативной коннотации стресса, что стресс это плохо, но все забывают вообще, откуда стресс у нас появился, и вообще для чего он нужен, и почему вообще, как так произошло, что стресс в прошлом вообще-то помогал нам всем с вами выжить, как бы, и мы с вами предки тех, кто очень хорошо слышал шорох в кустах, то есть наши предки с вами, они очень хорошо реагировали на какие-то раздражители, стрессовали, бежали, прыгали, либо умирали, и, собственно говоря, так и работал стресс. То есть как-то происходит стресс, он выбрасывается в наше тело, и потом происходит какое-то физическое движение, например, ты убегаешь, и энергия, ну, просто высвобождается. Что происходит сейчас? Когда мы с вами сидим в офисе, например, и там ваш руководитель начинает вас отчитывать, если вы не выполнили какую-то задачу. Ровно та же ситуация, это выпрыгнул лев, но вы не можете дать в моменте вот эту вот выдачу энергии из себя, вы не можете ее как бы взять и выпустить, естественно, это остается все внутри вас, и это все происходит некоторые физически, на физическом уровне спазмы. У меня на тот момент спина просто трещала, чтобы вы понимали. Она была у меня как камень, вот вся такая, типа вся спазмированная в мышцах, и я вообще долго не мог понять, почему и что со мной происходит. В общем, ладно. Ну и как бы вроде бы занятие спортом – это хорошая идея, и, как я сказал, кажется, что так, да? Вот опять эта грань, что нас лечит, то и калечит. Но на тот момент с тем, что я, как я работал в тех условиях, в которых я находился, и как я пытался заниматься, старался, это дело только ухудшало ситуацию, потому что я был настолько безумцем, что я думал, вот все, естественно, читал там, как запускают стартапы и так далее, настолько безумен, что я спал в 5 часов, просыпался в 6 утра, чтобы начать бегать. То есть я, ну там в 5.30, как морской котик просто, вставал такой, ну все, пора идти бежать, чтобы у меня были какие-то мысли, идеи. И то есть я реально вставал в 5.30, шел на пробежку, то есть перед этим поспал в 5 часа, бегал где-то час, возвращался, шел в офис, работал, шел на тренировку вечером. Ну то есть вот, понимаете, наверное, все-таки тренироваться – это хорошая идея. Но если честно, я хотел вот до этого слайда дойти, но при этом, что если следовать хотя бы вот этому пункту, что стабильная кардионагрузка 20 минут сжигает кортизол, и на котором мы работаем в режиме стресса, то есть в принципе всегда мы с вами стрессуем, этого достаточно. Ну то есть что это значит? Я уже сказал про те гормоны, которые выделяются у нас при стрессе, и если вы будете давать телу кардионагрузку, а кардионагрузка – это не обязательно бег, это хотя бы пройтись пешком, хотя бы ходить пешком чаще, больше начать. Это уже пропустит вот этот весь норадреналин, адреналин, кортизол через надпочечники и сделает сильно лучшее ваше состояние. То есть если вы стрессуете, то как рекомендация, понятное дело, что хоть какое-то дело физическое упражнение. Но я, конечно, не супер гуру в этой теме, потому что в целом я как бы пробовал много разных видов спорта, и вот тут написано, что весил от 65 до 100 килограмм, это правда, то есть потому что я в какое-то время прям занимался тяжелой атлетикой. В общем вот, но и... Есть очень много исследований на эту тему, это я уже узнал, естественно, позже, когда это все со мной произошло, по поводу на тему корреляции физических упражнений, когнитивных возможностей. Вообще, если вы занимаетесь спортом и следите за своим вот этим физическим здоровьем, ну спортом, да, опять не тем, как мы привыкли там видеть, да, там какие-то жесткие упражнения, или это обязательно тренажерка, или обязательно какой-то вид спорта, где люди себя калечат. Под спортом называю какую-то минимальную нагрузку, которую можно себе как бы, ну, позволить. В общем вот, поэтому я верю в то, что во всем нужен индивидуальный подход, и у каждого человека все-таки ему подходят свои упражнения. Это важный момент, который стоит запомнить. И есть какие-то базовые вещи, следуя которым вы будете прогрессировать, развиваться. Есть даже исследование на эту тему, что люди, которые занимаются регулярно спортом, у них, в принципе, когнитивные возможности там увеличат, ну, улучшаются на 30% от текущего состояния. То есть, и здесь я считаю, что эта тема важная, и стоит ее где-то себе, не знаю, там, записать, и начать хотя бы ходить. В общем вот, вот девочка уже это делает. Я хотел сказать о том, что бег и ходьба на сегодня это лучшее, с чего можно начать, чтобы начать побеждать самого себя. При этом, ну, как бы ни то, ни другое не требует много времени, и это можно делать с кем-то, да? С кем-то это гораздо интереснее и веселее, и так далее. Еще хотел сказать, что вот сейчас бывает такое, я кому-то рассказываю эту историю, типа говорю, вот, надо там начать, и чел говорит, что, когда все бежит, что, поехали. Я считаю, что это большая ошибка, и вот мне бег вообще не подходит. У меня сразу вылетели колени, поясница там, ну, вот реально. Я вот придумал себе, как нужно бегать, побежал, и только сделал хуже. И поэтому я рекомендую, если вы все-таки решитесь заниматься какой-то такой деятельностью, то, пожалуйста, обратитесь к тренеру. Ну, можно и с таким. Было бы здорово. В общем, вот. И с ним сначала обучитесь технике, и потом можете начать бегать регулярно. Но вообще, честно, моя рекомендация, я в своей жизни вообще не езжу практически на такси, постоянно хожу пешком, у меня нет машины, я вот целенаправленно от этого отказываюсь, и живу, ну, понятно, может быть, в центре, потому что живу, но смысл в том, что я предпочитаю всегда ходить пешком. Эта история еще связана с идентичностью, которую мы в себе, ну, как бы, с чем мы себя относим. Если ты себя относишься, ну, как бы, ты считаешь себя здоровым человеком, то между выбором, например, такси или пойти пешком, ты, скорее всего, выберешь пойти пешком. Но я не говорю, конечно, если ты находишься в центре, тебе нужно ехать в Кристалл, но, как бы, здесь уже спорный вопрос. Хотя, я оставлю вам это на подумать. Еще важная история про физическое здоровье. Блин, супер недооцененная. Я прям, вот, не знаю, прям иногда чуть ли не ругаюсь с людьми на эту тему. В общем, вот, эта история про сон. Здесь я хотел рассказать небольшую такую историю. Почему я никогда не могу лечь спать? У кого есть вообще проблемы с тем, что, вот, все, ложись спать, там, водилось, но не получается, поднимите руку. Короче, очень круто, что мы все с вами такие, есть одни проблемы у нас. И я расскажу, почему у меня так не получилось. Есть крутая книга, я не знаю, я, к сожалению, я книги стараюсь не рекомендовать, а рекомендую их по запросу, когда человек ко мне обращается, говорите, вот, что поботать на вот эту тему, я ее рекомендую. Но я скажу, это называется immunity to change. Это почему мы не меняемся. По-моему, на русском она тоже есть, но вроде только на английском. Рекомендую ее загуглить. Она есть на Amazon, ее можно заказать. И там есть прям напрочь, конкретная метода, как можно углубиться, дипнуть в тему, почему вы чего-то не делаете, почему вы не можете измениться. И вот ровно это я прочитал, там, эту методологию, по ней прошелся, и в итоге у меня в основе оказалось, что я просто боюсь быть глупым. Ну, то есть, вот, я приходил с работы, я не начинал заниматься, отдыхать какими-то своими делами, я просто начинал читать книгу, либо смотрелся за ноут и дальше работал. Я не мог лечь в 11, потому что как так лечь и ничего не поделать? И поэтому я, у меня было внутреннее переживание, что если я этого не буду делать, там, да, ну, вечером, когда я сижу, там, не читать или не смотреть какие-то блоги, там, что-то изучать, то я буду глупым. И в основе этого лежала вот эта штука, и когда я ее себе раскопал, только потом через долгие итерации, я смог, ну, сейчас сложусь в 12, там, в 11-30, и как бы уже близок к цели. Когда ты делаешь какую-то вещь более очевидную для себя, когда ты начинаешь понимать первопричину, тебе с этим уже работать будет проще. И ровно таким образом я покопал, рекомендую эту книжку, посмотрите методологию, которая там есть. Она очень простая, состоит из трех частей, и можно вкопнуть, кстати, во флоу, может быть, в ближайшее время будем проводить встречи, где можно будет по этой методологии пройтись все вместе, и я там помогу в этой ситуации тоже разбрасывать, будет непонятно. Окей, ну, здесь некоторые факты, что если вы не досыпаете час от вашей нормы, а норму, мы все знаем, да, она у всех раздится, то есть вообще я считаю, что даже не 7 часов нужно спать, а 8-9 часов, если честно, вот, то это равно, что у вас 10 промилле алкоголя в крови, то есть вы должны понимать, как вы начинаете принимать решения, когда вы не высыпаетесь. Ваши решения, они, ну, уж точно не супер клевые, какими могли быть, если вы не высыпались. Поэтому, собственно говоря, здесь есть такой факт, что если вы хронически не досыпаете, это сильно влияет на те решения, которые вы принимаете. Дальше, вообще, для чего нам нужен сон? Все понимают, для чего нужно спать, вообще, в принципе. Но на всякий случай еще раз скажу, что сон требуется для восстановления, здесь можете просчитать для систематизации и фрагментации тех знаний, которые у нас есть, плюс для восстановления на физическом уровне, потому что именно по сне весь организм восстанавливается. Есть еще куча исследований, я здесь специально страшные вещи написал, чтобы вы еще больше подумали об этом, что как сон связан с сахарным диабетом, и есть эксперимент, где чувак просто не спал 10 дней, и насколько там у него увеличился риск заболеть сахарным диабетом, это прям, ну, что ли, там, не на 80 процентов. То есть это все очень важные штуки, которые мы игнорируем, и потом удивляемся, блин, а почему у меня? Вот что-то сегодня там я нагнулся и щелкнуло там в спине, и не могу там разогнуться. Ну, то есть очень много всяких взаимосвязей. Помимо этого еще это все связано с ожирением, недосып, и также с тем, что когда мы недосыпаем, выделяется гормон грелин, который отвечает за возникновение чувства голода, и подавляется, например, наоборот лептин, который вызывает это насыщение. И очень много всяких взаимосвязей, которые мы, к сожалению, с вами не знаем в сил каких-то там обстоятельств соединить. Мы рисуем все эти. Здесь я указал сайт, на котором можно это все посмотреть. И чат на все исследования, он на английском, называется PubMed. Вы можете загуглить его, зайти и почитать там, просто написать sleep там и так далее. И по этому тегу вы найдете кучу информации. Окей, summary. Не переусердствуй. Ну, понятно, да, что вот это вот фанатизм, это жесткая история. Не нужно быть фанатиком. Вот не нужно. Нужно стараться делать все так, чтобы вам это нравилось. Вот если вы решили бегать, делайте так, чтобы это вам нравилось. Не надо делать это на ладрели. Решили заняться ходьбой, ходите и получайте удовольствие. Делайте это для себя интересно. Отмечаю успехи. Очень важная штука, что, вы знаете, есть два типа людей. Вот пробежал чел 10 километров, и пробежал чел 5 километров. И совершенно может быть разная интерпретация. Тот чел, который пробежал 10 километров, такой, блин, можно было 12. А есть чел, который пробежал 5 километров, такой, скажет, блин, ну 5, я молодец, типа классно, я пробежал уже пятерку, все дальше лучше, больше. Так вот, и вот чаще всего мы почему-то предпочитаем тему загнобления в себя, вот что все-таки можно было лучше. Хотя на самом деле нужно обращать на те выигрыши, которые у вас уже сейчас есть. И я чуть позже об этом еще разверну эту тему. По поводу окружения, это история с тем, что нам очень всем важно быть в комьюнити, в комьюнити, которая тоже поддерживает нас. Я думаю, об этом уже тоже очень много говорили, но еще раз, я думаю, нет ничего такого в том, что я, может быть, я повторяюсь, в том, что комьюнити очень важный. Находите людей, которые полны теми же идеями, что и вы, которые хотят точно так же начать бегать или хотят гулять, и, может быть, стать и прогулкой, это и будет мотивация, что вы найдете человека, с которым будет интересно гулять. Вот. Ну, собственно говоря, вот сон лучше наотропик. Наотропик используем, потому что сейчас, блин, все поголовно пьют какую-нибудь там гамбу, еще что-нибудь. Просто начните спать, пожалуйста. Вот реально, просто начните спать. Куча наотропиков, пьют бадов, но почему-то спать не хотят люди. Или хотят, но игнорируют это. Оптимизируйте свое пространство для сна. Здесь тоже ссылочка Sleep Like the Dead. Это история, куда вы можете зайти сайт на английском и посмотреть вообще в целом что нужно сделать, чтобы вам было, сон для вас показался более привлекательным. Там история про матрасы, про подушки, про беруши, про маски для сна и как это все работает. И много очень инфографики на тему, как высыпаться. И последний пункт, старайтесь полнедели прожить без будильника. Я начал это практиковать совсем недавно и уже вижу позитивный результат, что так как я супер беспокойный человек, как я говорил вначале, все время на стрессе езжу, это мне сильно начало помогать, когда я перестал об этом переживать и просыпаться, просто раньше ложиться и просыпаться вовремя и как бы без будильника. А если даже я проспал, то мне приходится честно говорить ребятам, что я проспал. И нам почему-то страшно. Я понимаю, что все работают на разной работе и у нас у всех там разные роли и так далее. Но я для себя принял такое решение, что никому не нужен вот такой задолбанный руководитель. Мы об этом чуть позже поговорим. Вот если я приду такой злой и начну нам что-то говорить на стрессе такой недовольный, вот я никому такой не нужен. И поэтому я выбрал выспаться и прийти в здравом уме, в таком энергичном состоянии и работать с ребятами вместо того, чтобы вставать там по будильнику не выспавшимся и всех бесить. Ментальное здоровье разрешите, я попью. Можете пока задать вопросы, если хотите. Можете вспомнить любимый момент из Короля 2? Фразу какую-нибудь? Да, можно фразу. Блин, самый понятно грустный момент, вы же помните, когда Муфаса со шрамом они были на... ну, когда шрам ему по лапам бил, что он должен был упасть, где антилопы бежали, где антилопы, а кто там? Бизоны. Вы не помните? Серьезно? Вы что, это самый, блин, трагичный момент, я вот сейчас прям готов заплакать, наверное. Вот, но я не помню, что он сказал, там он что-то, что-то типа, как из «Звездных войн», там, да, ты был избранником, ну, что-то такое, короче. И он его просто по лапам ударил, как раз таки, и он упал. Но я Францию не помню, но помню реально этот момент, он у меня так запечатлелся сильно. В общем, вот, не знаю, ответил вопрос или нет. Ладно, окей. Едем дальше. Сколько у нас времени, кстати? Я вспомню, что у нас очень мало времени, и я только дошел до третьего пункта. Это ментальное здоровье и принятие. Ровно точно так же, как с физическим здоровьем. Есть история и про ментальное здоровье. И почему это важно? Ну, я не буду говорить плохие слова, но можно же сказать «ship goals», да? Там, концентрация на «ship goals» сушит тебя, как батарея носки. Но это вот реальная тема. И чем больше я в эту историю копаю, тем больше подмечаю. Ну, в общем, перед тем, как тоже историю рассказать, уже по традиции у нас будет присказка, что эволюция в целом, как бы, вообще не хотела сделать нас с вами счастливыми. Вот, у эволюции вообще не было такой задачи. Эволюция хотела, чтобы просто продолжали род, там, как-то жили, ну, и в целом, как бы, умереть можно только один раз, да? Как бы, несколько раз мы не можем умереть. В общем, вот, и помимо всего этого, эволюция еще нас наградила с вами перфронтал неокортексом, это, все знают, наверное, что, что такое, и наградила вот эту часть углы, из-за которой мы можем теперь думать о будущем. И, к сожалению, все, что связано с будущим, с определенностью, нам всегда кажется чем-то, ну, вот, не очень хорошим. Вот, замечали ли вы за собой такую историю, когда с вами разговаривает человек и говорит, слушай, а давай, вот у меня есть идея, вот так, вот так вот сделать, вот это, вот это. Первые мысли, которые у вас приходят, они чаще всего негативные. Почему не делать этого? И почему это не получится? К сожалению, так устроен наш мозг в том, чтобы искать везде вот эту опасность, везде искать какие-то риски. Ну, помните, да, как я уже рассказывал, то, что, в принципе, наши предки с вами выжили, только потому, что они чаще, чем другие видели эти риски, находили их везде, и поэтому у них как-то получилось продлить свое потомство, и, собственно говоря, вот мы с вами здесь сидим. Это важный момент, который нужно себе как-то зафиксировать, что вот мы, как вид, всегда обращаем внимание на всякий щит вокруг нас. Ну, в общем, собственно говоря, история. Когда я начал работать в корпорации, и меня сделали руководителем, поначалу я начал везде подмечать вот этот щит, но как бы эволюционно понятно, да, что мы его видим и так, а тут я начал его видеть просто х5, наверное, от нормы. Ко мне приходили, утверждали какие-то макеты, со мной согласовывали какие-то детали, и я вот прям прямым текстом говорил, ну, вот не выбирая слова, блин, это полный щит, там, да, вот это вообще отстой. Как ты мог вообще с этим ко мне прийти? И раздражался, и никакого фидбэка людям не давал. Люди расстраивались, уходили, думали, что все вокруг щит, и я тоже думал, что все вокруг щит, и меня везде поджидает вот это вот, вот этот вот эмоции везде. наверное, на тот момент это было логично, потому что в культуре компании, как бы в целом, в которой я работал, ну, не было такой культуры, что, знаешь, вот, знаете, как тоже всегда привожу историю, что, когда был маленький, вот, ты получил двойку, приходишь домой, и такой, как бы, ну, там, у меня двойка, как бы, и тебе не скажут, ну, слушай, иди сюда, я тебе объясню, расскажу, почему ты ее получил, сейчас мы с тобой здесь посидишь, я тебя поглажу, поцелую, там, расскажу тебе, мы все исправим. Тебе говорят, блин, вот видишь горох в углу, ну, вот иди на коленке, прыгай, короче, и постой там, подумай, почему ты ее получил, ну, вот ты так идешь, и ничего хорошего в голову не приходит, ты думаешь, какой отстой все вокруг, вот, и, собственно говоря, ровно так же здесь работало, в культуре компании, как бы, не было сосредоточения на том, что ты сделал, а всегда тебе говорили, чего ты не сделал, и вот это все повышало, вот этот постоянный уровень тревоги, постоянное высасывание, это тревнило энергию, очень сильно, как бы, ее вытягивало из тебя, и вот вместо того, чтобы быть челом, который генерит какие-то массы, там, идей, там, что это делаешь, ты все время думаешь о этих рисках, и ты постоянно пытаешься предугадать, вот, а что меня поджидает там плохого, а что если я скажу так, да, я лучше этого не буду говорить или делать, и вот эта вот история сильно приводит к такому, к некоторому выгоранию, а еще все знают, как работает, ну, нейронная сеть в головном мозге, поднимите руку, кто знает, расскажу, окей, быстро, в двух словах, все знают, вот, как делают сейчас разработчики, там, нейросети и так далее, ну, поднимите руку, кто знает, ну, примерно, там, метода, да, что просто обучается на каких-то, там, на кошечках, на собачках нейросеть, и потом она может, ты фотку облак, там, облак скидываешь в комп, и она видит там бортажку кошечки, например, и наша голова, она работает ровно точно так же, чем больше мы вот этого шиц видим, она обучается, подмечать везде, вот этот вот, какие-то беспонтовые места, и чем больше ты его видишь, тем она лучше обучается, и тем она больше начинает замечать еще больше плохого всего, и ровно это со мной происходило, когда, я просто, настолько был, отдавал своим сотрудникам такой негативный фидбэк, при этом его получал, и вот это такая, шиц просто вот так вот, сверху вниз, по всей трубе, вот так, на меня, и я потом дальше, и вот это постоянный стресс, и что в итоге приходило к автоматическому фокусу на своих недостатках, везде видишь какие-то риски, и, к сожалению, наш мозг так работает, или к радости, что все, что нам доставляет какую-то боль на ментальном уровне, он начинает пессимизировать это, и начинает, как бы, игнорировать работу, он ее начинает выталкивать, она начинает, ну, нам кажется какой-то неинтересной, и не хочется о ней думать, и вот тут ровно все это и написано, что мозг просто пытается избавиться от нее, и все это считывается, естественно, командой, и вот самое худшее, то, о чем я говорил еще про сон, что это такой вирус, который очень быстро распространяется, чем больше ты негатива даешь туда, чем больше ты вот такой весь на изжоге тревожный, тем больше ты считывает команда, быстро это воспринимает, начинает дальше распространять, и все такие ходят на кислом, так скажем, и вот команде вообще не нужен замученный руководитель или лидер, ну и тут немного о индикаторах, которые помогают понять, что с вами что-то не так, или что вот это происходит в моменте с вами, что, например, как понять, что вот твоя нейросетка сейчас натренирована на шиц, ну тебе первый сигнал это точно то, что мозг начал вытеснять твою работу, тебе нужна какая-то мотивация для того, чтобы поднять себя с кровати, вот если вы, вставая утром, думаете, блин, ну полежу-ка я еще 10 минуточек, это вот что-то уже не то, это значит, уже нужно посмотреть, что тебя тревожит, что с тобой происходит, начинается, после того, как приходишь домой, тебе вообще ни хрена не охота делать, я помню, как я во время еще работы в корпорации приходил домой, мог просто лечь на полу на кухне и лежать, смотреть на потолок, только потому, что мне просто ничего не охота было, я настолько мозг вытеснял работу и пессимизировал, что у меня, ну я считаю, что это деперессия, естественно, была, но приходилось как-то здесь справляться, в общем, вот, и при этом, как бы, вроде бы все клево, с точки зрения, если на тебя посмотрит чувак со стороны, он такой, блин, успешный парень, как бы там, работает в компании, руководитель, все нормально, получает нормальные деньги, но внутри у тебя просто, вот, я называю это, типа, ну привет, понятно, прокрастинация, кстати, прокрастинация, это тоже один из признаков такого выгорания, когда вы сидите на работе и вам вот почему-то, ну хочется с кем-то пообщаться, но не хочется делать вашу работу, там, что-то делать другое, пойти попить кофеек, еще что-нибудь, это признак того, тоже такой индикатор, что стоит обратить внимание, что что-то идет не так. Я называю это все, что вот в тот момент зарезервировался, я персональный котел в аду, просто в котором супе, в котором я постоянно варился, и внутри меня вот это все было, и, естественно, это также на физическом уровне отражалось, в плане тоже каких-то там спазмов, болезней и так далее. Что делать? Я назвал это Маккомбо, писал о нем в Телеграм-канале, если кто-то в нем сидит, может, там, какую-то часть уже почитал, но это никак не связано с Макдональдсом, сразу скажу, хотя все такие, ура, может быть, может быть, поесть бургер, если будет хорошо, но нет, от радости, и вот тут я еще решил повыделываться, и написал, о чем говорит Синека, но на самом деле прикольно, в своем воображении мы страдаем чаще, чем в реальности, но так и есть, то есть все, о чем мы думаем, нам кажется всегда, блин, какой-то там страшный, я туда не полезу, но на самом деле, когда мы это делаем, оказывается, все вообще не так абсолютно, и нам даже когда, в каком-то смысле, это нравится, когда что-то получается. первое, что я начал делать, это уже тоже очень давно, это ноутинг, и я называю эту методу, она связана с медитацией, и эта история, когда я просыпаюсь, и если меня вот чувствую, что вот, блин, еще ты с ним уточишь, Саш там, да, еще полежим там, вот все, я понимаю, так, ну все, давай разбираться, собираем совет директоров, внутренний, сажусь, и начинаю думать, так, что случилось-то, начинаю мысли перебирать в своей голове, вот просто быть наоборот, я не погружаюсь ни в какую мысль, я просто смотрю, что было вчера, на прошлой неделе в голове, эти мысли идут, я за ними наблюдаю, потом я вижу, так, вот какой-то там чай, там, допустим, или по работе, у меня будет совещание, мне нужно подготовить доклад, и я об этом переживаю сильно, я такой, блин, капец, так вот оно, начинаю туда дипать, закапываться, и потом, чтобы это исправить, задаю себе себе 5-3 вопроса, чтобы это меня не беспокоило, что будет, если это произойдет, ну то есть, если я, допустим, беспокоюсь о том, что я не подготовлюсь к этой конференции, например, какой-то, что будет, ну, если это произойдет, начинаю накидывать варианты, накидываю варианты, такой, окей, что нужно сделать, чтобы этого не произошло, то есть, предиктивно тоже накидываю себе варианты, то есть, что нужно, о чем подумать, чтобы этого не произошло, что нужно сделать сейчас, и как это можно будет исправить, если это произойдет, как только я все на эти 3 вопроса себе отвечаю, я делаю это очевидным для себя, И как только это становится очевидным и выводится из области чего-то неконкретного, неопределенного в определенность, когда это только все становится определенным для меня и я знаю, какие мне нужно действия сделать, просто мозг избавляется от этой мысли навязчивой. Просто ты выносишь это все в физический мир и как бы это все у тебя под контролем. Появляется чувство контроля и такой кайф. Если хотите, могу рассказать один эксперимент в целом, как контроль влияет в принципе на все в нашей жизни. Интересно? Короче, есть такой эксперимент, я часто не вспомню, кто его провел. Эксперимент проводился на мышах, естественно. В общем, мышка сидела в коробке и она должна была нажимать на педальку и у нее был подключен проводок к голове, по которому выдавался кокаин. Ну там как-то, я сейчас не вспомню, каким образом. Кокаин давался мышке, когда она нажимает на педальку. Ну, в общем, мышка поняла, когда, да, что нажимает, она начала нажимать, нажимать, нажимать и в итоге от кокаина умирала от передозировки как бы. Ну, история не очень веселая. Потом к ней подсоединили вторую мышку и к ней тоже подсоединили, естественно, этот проводок. Две мышки сидела в этой клетке и вот одна мышку научили нажимать на проводок, ой, не на проводок, а на педальку, она нажимала и получали и та, и другая кокаин. И все, мышка нажимает, нажимает, нажимает. Как вы думаете, какая мышка из них, из этих, быстрее умерла? Которая что? Верно, которая не нажимала, потому что для той мышки было непонятно, когда следующая доза будет. Вот эта неопределенность, она выбивает нас. И вот ровно точно так же с нами, когда нам непонятно, что произойдет, мы вот в этом стрессе, в постоянном ожидании с вами находимся и очень сильно переживаем. В общем, вот. Вторая история, это про медитацию. Я вот честно скажу, многие там как-то могут думать, что есть какие-то сакральные истории, там, смотри, я вообще так не отношусь. Для меня медитация, это просто история с тем, что я настраиваю себя на день. Вот здесь вот есть фокусировка на цвете. Общалась, я не знаю, знаете, такую Олю-дежурка, слышали о ней? Круто, круто, очень крутая Оля, ей привет, если она посмотрит друг. В общем, с ней общались, она приходила к нам на подкаст, и она рассказала мне о крутой методе, как она это делает, и я себе ее забрал, и всем рекомендую тоже попробовать. В общем, я просто сажусь и такой думаю, какой я сегодня хочу я быть. Ну, то есть, например, любопытный и решительный. И начинаю фокусировку на цвете. Какой цвет у любопытства? Например, фиолетовый. Я такой, окей, сегодня я буду любопытным и решительным, и начинаю с каждым вдохом наполнять себя условно цветом каким-то. И просто я дышу, и это такая дыхательная практика, и представляю, как будто меня наполняет этот цвет. И потом, когда он полностью напомнил, фокусировка происходит, и все. Я сегодня, там, любопытный решительный, как это работает. Вообще никакого здесь волшебства нет. И суть в том, что опять сегодня и расцветку тренировать. То есть у вас есть какие-то вещи, и это точно так же, как аффирмация работает. Знаете, что такое аффирмация? Супер. Вот это ровно то же самое. Ты себя настраиваешь, и потом происходит какая-то ситуация. Если, например, ты себя настроил быть спокойным, а тут человек тебе в магазине начинает грубить, ты такой думаешь ответить ему, и такой, блин, я же сильно спокойный, я же Будда сегодня. И все, короче. И типа ты такой, окей, это твое право, ладно, я Будда. И все. Написал ниже, что high-level бытовая медитация. Что знаешь, что такое бытовая медитация? Поднимите руку. Окей, расскажу немного. Это очень крутая тема, но можно попробовать и начать. Это знаете, к ней тоже пришел не сразу. Потребовалось сначала некоторые этапы пройти. Это очень история, когда ты просыпаешься, например, и вот тебе сильно классно вот это ощущение от того, что ты проснулся, и такой раз рукой провел по одеялу, и почувствовал, из какого материала одеяло сделано. Почувствовал вот безоценочных каких-то осуждений там, что это плохо или хорошо. Ты просто вот как бы ощущаешь то, здесь и сейчас, в чем ты находишься. Или когда ты идешь, допустим, когда я хожу, я никогда не слушаю ни музыку, ни подкасты, ничего. Я нахожусь здесь и сейчас, либо наедине с этими мыслями, либо отслеживаю состояние своего тела. Например, я иду и чувствую, как вот моя нога наступает, какие чувства там, что я испытываю, какие эмоции, и на этом концентрируюсь. В общем, это бытовая медитация. Она еще тесно связана, кстати, с культивацией. Ну, это ладно, похоже, что-то расскажу. Даже когда вы едите, кстати, вот почему рекомендовано есть, вот кроме того, что это просто полезно, без ютуба. Вот сейчас вот кто ест и включает там телефон, что-то посмотрит, там планшет или что. В общем, да, я тоже такой, если что, поэтому не переживайте. Но я стараюсь от этого избавиться. И что делаешь? Ты просто должен заинтересовать себя в этой еде. То есть ты кушаешь и пытаешься распознать разные вкусовые оттенки у этой еды. Именно таким способом я научился есть всю еду без сахара. Я пытался каждый раз найти какие-то оттенки у еды, которые мне еще были там непонятны. Ну и вот искать, постоянно культивировать себе вот этот интерес. Последняя практика благодарности я сейчас не буду о ней рассказывать. Это очень крутая история. Мы чуть позже ее коснемся. Но это вообще моя любимая практика, и она меня просто... А? Вообще. Номер один. Если честно, это так и есть. Она изменила всю мою жизнь. Ну вот на самом деле. Я стал добрее. Я вообще не самый добрый человек, но вот благодаря этому я изменился. Звучит немного... Ну ладно. Итог. Вот честно, это тоже фраза, которая у меня в какой-то момент пришла, которую я как-то в себе осознал, что вот для того, чтобы испытывать нам сами гнев, злиться, ругаться, нам вообще не нужно усиленно над собой делать. Но для того, чтобы вот полюбить что-то, принять кого-то, это нужно себе культивировать, этим нужно заниматься, развивать в себе. Это ежедневная работа над собой, которую приходится делать, и такая можно назвать ее рутиной. Но это важная мысль, которую я рекомендую тоже для себя где-то чекнуть. Ну в общем, это будет небольшая история, я ее быстро попытаюсь рассказать. Она дополняет предыдущую про ментальное здоровье. Здесь маленькие победы и концентрация на герцах. Герца — это пробелы просто. Герца — это пробелы, и тут три эксперимента вначале хотел рассказать, что есть эксперимент с Тетрисом. Я не помню, кто... Вы знаете, да, что Тетрис вообще изобрел русский чел? А кто знает фамилию его, кто, по-моему? Ладно, я тоже. Ничего страшного. В общем, эксперимент. 10 дней группа людей играла в Тетрис ежедневно. Играли, 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 играли. На 10-й день этих людей берут, и пойдут с ними там по улице, ходят, и эти чуваки невольно начинают смотреть на здания, на дома, и такие говорят, а вот если вот здесь между домами кубик поставить, как бы первый этаж вообще уйдет весь. А если вот здесь вот так вот можно сверху крыши вот эту колбасу, типа тоже будет прикольно. Это вот история про то, что наша нейросеть, она быстро впитывает какие-то вещи, и быстро начинает на них концентрироваться. Второй эксперимент тоже взяли несколько людей. Надели им очки, которые переворачивают вверх ногами все пространство вокруг. И этот чел надевает первые дни, его заставляют еще мучить, он заставляет готовить, он там яйца разбивает на себя, все вверх ногами, его тошнит прям везде вот это все, все в муке, ему идут там покачать на качелях, он падает там с ним, он по-всякому издевается с ним, проходит 10 дней, и он живет как обычный человек. В смысле мозг полностью привыкает, он полностью меняет, он тренируется, это история про то, что мы с вами можем тренировать наш мозг, и что главное заниматься этим. Ну, про ней рассеять кошек собака рассказал, поэтому я пропущу. И вот здесь я хотел рассказать про меня и моего партнера, и про то, как у нас натренированный и настроенный майндсет. Майндсет — это установки. Есть две установки. Установка на рост и установка на давность. Есть крутая книга, ее написала Кэрол Друк, она рассказывает про эти установки, и можно, по-моему, называется «Гибкое сознание», короче, вот, можно почитать тоже прикольные книжки. В общем, вот, и мы с партнером очень разные, и у моего партнера, у него полностью, ну, я бы сказал, не хочу говорить скопированно, но модель поведения, как вот когда у нашего гендира, который был в корпорации, он всегда говорит, блин, вот мы должны были это сделать, но мы не сделали это плохо, вы все там не постарались, а у меня майндсет абсолютно другой, я как бы такой, блин, но мы же делали, но мы же вот тут, вот тут, вот это, вот там, вот сям, пятое, десятое, как бы, и концентрация немного на других вещах. И как обычно бывает, вот обычно, это, кстати, я сам рисовал, да, вот из точки А в точку Б кажется, что вот, да, цель, и мы такие, заметели, все, все сделали, все, все просто, типа. Потом мы начинаем таки делать, что-то делаем, так, что-то не работает. Начинаем что-то делать, в итоге вообще оказывается, что прямой никакой нет, и когда мы заходим вообще, я написал точку С, а не С, если что, потому что видите, Б там русская, я уж подумал, назову ее С просто. В общем, в точку С, но мы концентрируемся на вот этой розовенькой палочке, которую, почему мы не достигли этого, мы думаем о том, блин, а почему мы в итоге-то, вот что мы не сделали, мы концентрируемся на вот этой неудаче, но абсолютно не смотрим никогда на те поинты, которые мы с вами, через которые мы прошли, идя до этой точки. Там на самом деле всегда очень много выигрышей, и я стараюсь всегда, когда со своей командой разговариваю с ребятами, всегда говорим об этом, что вот во время этого пути вы же много всего научились, то есть даже если мы не пришли к итоговой точке, к итоговой цели, ведь во время пути было очень много каких-то побед, к которым мы пришли, которые нам дали какой-то профит, какие-то бенефиты, и, ну, собственно говоря, тренировать таким образом свой майндсет на какие-то истории, которые больше нас вдохновляют, чем демотивируют. Просто понравилась картинка, если кто не знает, бюро Горгунова, у них есть там метод 3F по поведению проектов, и вот тут очень хорошо отхарактеризовано этот путь, как обычно мы идем из точки А в точку Б. Окей, инструменты для проработки вот этой истории. Почему? Я думаю, все понятно, почему важно не концентрироваться на вот этих пробелах, а важно концентрироваться на мелких победах. Все понимают? Поднимите руку, не вижу ваши ручки. В общем, вот, круто. Потому что, опять-таки, нейронка тренируется, и нам ее нужно тренировать на том, чтобы она больше видела нет-позитив, чем нет-негатив всякой штуки. Окей, что можно делать? В команде вообще постоянно проводим сейчас ретро, и ретро состоит из трех вещей, что было хорошо, что плохо, и что нужно сделать. Супер помогает, очень сильно, рекомендую всем попробовать, если вы работаете со штатом, там, с командой людей, используйте эту методу, она очень простая, и работать на ура. Так вот, как больше видеть позитивного? Вот здесь я расскажу больше про практику благодарности. Вот эта история, на самом деле, там тоже методологии очень много, я знаю, что люди ее делают по-разному, но я делаю ее следующим образом. Ну, вообще, у нас, как бы в команде, в целом, принято, допустим, друг друга благодарить, даже если проект какой-то не получился, что-то мы все равно друг другу как благодарны, всегда. Но наедине с собой я тоже провожу эту практику благодарности, она заключается в следующем. Ты просто садишься, ты начинаешь, блин, тут ничего никакого нет фокуса, и многие скажут, блин, а за что благодарить-то? Ну, как бы, ну, йоу, мы как бы живем сильно круче, чем какой-нибудь царь 300 лет назад. Да, он, у него этого всего не было, и как бы поблагодарить просто за то, что ты там проснулся в здравом уме, и, не знаю, в нормальном состоянии, с руками, ногами, и все у тебя, как бы, в целом, ну, намного лучше, чем у людей, там, когда они жили, там, войны и так далее были, и что все, как бы, хорошо в целом, наверное, стоит, как бы, и когда ты начинаешь культивировать вот эту историю с благодарностью, когда ты начинаешь больше, больше на это уделять внимание, благодарить, благодарить людей, которые, ну, естественно, своей голове, там, да, которые тебе помогают по жизни идти, благодарить свою команду, то ты, в принципе, начинаешь замечать больше позитивного в своей жизни, и вот этот вот майндсет, вот эта вот установка, которая у тебя появляется, она позволяет тебе все больше и больше раскрывать каких-то позитив вещей, которые тебя в будущем как будто бы поддерживают, и когда идет какой-то провис, какой-то негативный, ну, условно, ну, не знаю, что-то случилось, ты стараешься больше уже искать какие-то позитивные штуки в этом негативном происшествии. Окей, ну, здесь вы сами прочитаете, можно сказать, да. Александр, да. Ну, заканчивай, почему я успею вопросы-ответы. Блин, ну, ладно, тогда, я думаю, мы это пропустим. Я, кстати, боялся, но ничего страшного. Вы можете, я могу расшарить потом, тут было, кстати, самое интересное. Сколько слайдов там было? Сколько слайдов было? Вообще, у меня 107 слайдов. Слушайте, у меня накопилось, у меня накопилось. Короче, здесь еще было про фаундеров, но это, кстати, важно, наверное, было сказать, у нас сколько времени? Есть еще? У нас есть 10 минут на то, чтобы задать вопросы. Ладно, погнали, давайте вопрос. Да, не стесняйтесь, можете задавать, микрофон вам нужен. Ну, не стесняйтесь, не стесняйтесь, не стесняйтесь. Субтитры сделал DimaTorzok,